МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Фазенда. Программа о дачной жизни и о том, как сохранить на своих шестисотках любимые семейные традиции. Вот! Очень часто в нашу программу обращаются дачники-новички. Но на этот раз нам повезло, ведь наши сегодняшние герои – потомственные дачники. А еще у них есть любимая традиция. Какая? Сейчас узнаем. Ох, чаек из самовара, красота! Красота! Рассказывайте, что у вас за традиция такая? А вот это и есть наша традиция – пить чай на этой террасе. Семья наша большая, и дом – это родовое гнездо. И каждый раз мы собираемся здесь и пьем чай. И летом, и зимой даже. Я уже понял. Поэтому в валенках, в теплой одежде. Одеваемся потеплее. Холодно. Несмотря на почтенный возраст, а этому дому уже более ста лет, выглядит он отлично. Все благодаря заботе своих хозяев. Даже веранда, которую дачники считают своей проблемой, выглядит уютно. Добротная деревянная лестница ведет на второй этаж. А еще здесь, на первом этаже, хранятся вещи, которым уже больше века. А вот это вот кто? А это наша прабабушка. Какая молодая, красивая. Ее детки. А здесь кто? А здесь прапрабабушка, а это прапрадедушка. Ох ты, красавица. А прадедушка мой основал наш поселок. То есть ваш прапрабрадед был первожителем здешнего? Да, да. Нам очень хочется сохранить дух этого дома на долгие годы. Ну так, чтобы тепло у нас было на нашей левотераске. Ну да. Чтобы чай пить не валенка. Ну, у меня особенно традиции не сохранили. Ну ладно, слушайте, мы с удовольствием здесь поработаем. Не только сохраним все, но и приукрасим так, чтобы эту веранду просто не узнаете. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Как же хорошо, когда семьи сохраняют старые традиции. У нашей программы тоже есть традиция удивлять. А вот чем мы будем удивлять наших сегодняшних героев, узнаем у нашего дизайнера Ирины Урсаловой. Здравствуйте, Ирочка. Здравствуйте, Сергей. Что-то интересное нашли, а? Посмотрите, какой забавный сундук. Ему наверняка очень много лет. Слушайте, очень красивый. Здесь весь дом наполнен старинными вещами. Ведь наши герои очень любят и сохраняют все, что связано с этим домом, с семьей. Именно поэтому мы сохраним замечательную традицию пить чай на этой веранде. Мы утеплим помещение, чтобы не пришлось сидеть за столом в валенках. Вот, это очень хорошо. А еще что-нибудь менять будем? Получится очень уютная зона для чаепития. А стену у нас украсит петчворк. О, а я знаю, что это такое. Петчворк – это такая лоскутная техника, да? Да. Только наш петчворк будет не из лоскутов. А из чего? Скоро сами все увидите. Безжалостно избавляемся от деревянных панелей на потолке. Они же закрывают всю красоту – балки. Прощай классический дачный интерьер. Теперь комната готова к перевоплощению. Прежде чем мы перейдем к окнам, утеплим пол. Специальные панели на основе вспененного пенополистирола для этой цели отлично подойдут. Укладываем их на пол. Такие панели очень долговечны, а значит, будут сохранять тепло в этом помещении много-много лет. Выравниваем поверхность пола с помощью фанеры. Наверное, более легкого и быстрого способа, чем этот, еще не придумали. А вот и окна. Старые нам здесь больше не понадобятся. От них дует. И поэтому, что на веранде сидеть, что на улице – разницы никакой. Но теперь все будет по-другому. Новенькие окна точно не дадут холоду проникнуть сюда. Уж мы проследим. Закрыто. А ключ куда-то подевался. Что же делать? Ведь там на стройке поди, моя помощь нужна. А вот была бы у меня ключница, так каждый ключик всегда был под рукой. Вот они, те самые ключи, что потерял Сергей. Чтобы они больше не терялись, я сделаю для них домик. Вот такие деревянные заготовки я покрываю синей краской. Не пропускаю ни одного уголка. Когда краска подсохнет, внутри домика наношу лак с блестками. А торцы ключницы будут золотыми. А вот эта сказочная кошечка будет хранительницей ключей. Вырезаю рисунок и переношу на дверцу ключницы. Затем в ход идут объемные контуры. Вот на нашем домике появляются очертания кошки, солнца и волшебные узоры. Можно собирать домик. Готово. Теперь в этом нарядном домике с удовольствием поселятся все ключи наших героев. Теперь наши герои точно не будут терять ключи. Пока дизайнер мастерила, на стройке уже кипит работа. Обшиваем потолок деревянными обоями. Это отдельные панели, которые при соединении образуют однородную поверхность. Мы выбрали панели с небольшим волнистым рельефом. Дощечка к дощечке и не видно никаких стыков. Зато теперь видна вся красота скатной крыши. Не забудем и стены утеплить. Для этого мы используем те же панели, что и для пола. Монтировать их одно удовольствие. Они практически невесомые. При этом надежно защитят веранду от холодов. Сверху панели покрыты слоем полимерного цемента и армированы стекловолокном. Стало быть, сразу после их монтажа можно переходить к дальнейшей отделке. Теперь приступим к шпаклевке. На этой стене мы планируем сделать обои, поэтому нам нужна практически идеально ровная поверхность. Устанавливаем декоративные балки на противоположной стене. Они будут выполнять не только функцию украшения, но об этом чуть позже. Время собирать каркас подиума в зоне чаепитий. Да-да, как и обещали, мы сохраним семейную традицию наших героев пить чай на этой веранде. Такой подиум позволит нам зонировать пространство. Заходишь на веранду, и сразу понятно. Тут можно выпить чаю с баранками. И стол здесь обязательно будет. Но это только впереди. А вы знаете, в этом доме есть еще одна традиция. Здесь проходят новогодние домашние представления. А вот это, между прочим, елка. Да-да, нормальное дерево сюда не поместилось, поэтому герои решили так украсить вентиляционную трубу. В этом году здесь тоже будет необычная елка. Уж наш дизайнер постарается. Мы делаем из сетки кулек, своеобразные, как вот семечки, которые бабушки продавали раньше в кулечке. Мы также завязываем кулечком нашу проволоку. Скрепляем хомутом. Я вам покажу, как это можно сделать. Я ее скрепила там выше. Затягиваем. Хомуты очень прочно держат проволоку. Давай, Яна, сейчас закушу. Возьми. Хомуты держат проще нашу елочку. Потом в этот кулечек выравниваете по низу, чтобы елочка у вас прочно стояла. И начинаете привязывать веточки. Давай секатор, Яна. Да, молодец. Секатор. Берем секатором, отрезаем веточку. И в таком положении, либо в таком положении. Привязываете к нашей сетке на веревочку, отрезаем ее кусочки. И эти кусочки, веревочки, сами по себе уже будут являться декорацией нашей елки. А сколько такая елка простоит? Простоит достаточное время для новогодних праздников. Но если мы ее будем сбрызгивать водичкой, она простоит еще дольше, потому что хвоя любит влагу. А какая же елка без гирлянды? Ну хорошо, у нас есть гирлянда. Я с тобой совершенно согласна. Неси гирлянду и будем ее закреплять. Вот у нас замечательная гирлянда с сосульками. И мы эту гирлянду нашу убираем внутрь каркаса. Просовываем через наши дырочки, ячейки в сетки сосульки. Ну или гирлянду, которая у вас есть. И таким образом вся елка у нас в огнях. И мы возьмем металлический лист оцинкованный, который у нас есть. Ты вот давай сейчас нарисуем здесь что-нибудь. Ну как ты мне делала домик? Я возьму маркет. Да. Мы можем нарисовать ангел. То есть сначала нарисовать его на бумажке. Вот Яна уже разрисовалась вот этого. А потом вырезать его из металла. А крылышки загнуть. Вот получилась такая игрушка. Мы можем дополнить нашу елку такими игрушками. Вот такую замечательную елку можно сделать из тех материалов, которые есть у нас в доме. А скоро вы увидите... А нам пора подумать о еще одной функциональной вещи. По люстрате. И красиво, и безопасно. Ведь в доме частенько гостят внуки наших героев. Теперь можно и к покраске приступить. А знаете, один из основных принципов пэтчверка – не бояться цвета. Вот и я решила для нашего проекта выбрать все оттенки ярко-бирюзового цвета. Приступим. Приступим, так приступим. И начнем мы с потолка. Для него мы выбрали специальное масло для внутренних работ. Оно сделано на основе натуральных масел и воска. Масло проникает в поры древесины и создает на поверхности дышащую пленку. А еще с помощью такого масла мы сразу решаем две задачи. И цвет придаем дереву, и защищаем его от вредителей. На балки добавим немного серебра. Это то же самое масло, которое добавляет частичку новогоднего волшебства нашей веранде. Для стен мы выбрали английскую краску на водной основе. Ее насыщенный голубой цвет. Он придаст этому помещению глубины и загадочности. Молодец, Ирина! Смелые цветовые решения мы любим. Ирочка, вы просили достать гипсоволокнистые листы. Вот, я принес. Спасибо, Сергей. Это то, что нужно. Да? Только я не очень понимаю, зачем нам все это. Мы же вроде все покрасили, стены зашили. А теперь настало время для настоящего творчества. А поможет мне в этом декоратор Ангелина Даркс. Несколько дощечек расписываем, остальные готовы. Наши мастера по декоративной отделке приступают к делу. На заранее прогрунтованные квадраты из ГВЛ Ангелина и Ирина наносят разные декоративные покрытия. Яркое бирюзовое с эффектом бархатной ткани. И серебряное с натуральным кварцевым песком. Которое напоминает сказочные песчаные барханы, будто бы созданные из серебряной пыли. Наносить такие покрытия одно удовольствие. Знай, растушевывай все широкой кистью и испытывай радость от творчества. Следом мастерица наносит на другие дощечки покрытие нежного сиреневого цвета с перламутровым блеском. При нанесении первого слоя он не так заметен. А затем, после его высыхания, на втором... Смотрите, как здорово проявляется перламутровый эффект при нанесении покрытия кистью в разных направлениях. После высыхания поверхностей Ирина и Ангелина наносят те же декоративные покрытия контрастных цветов через трафарет. И получаются красивые витиеватые узоры. Теперь все квадраты и вправду напоминают кусочки ярких тканей, из которых мы и будем складывать лоскутный узор. Для этого крепим их к стене на специальный клей. Располагаем разноцветные квадраты так, чтобы создать эффект пэтчворка. В некоторых местах стыков крепим расписные дощечки. А сейчас заглянем в мастерскую к декоратору Елене Агафоновой. Что она там еще придумала? Мы очень радуемся, когда в новом году выпадает много снега. Но вот березка не всегда от этого радуется. И может веточкой сломаться. Но она не пропадет в наших умелых руках. Мы возьмем эту веточку и из нее сделаем замечательное украшение на елку. Мы берем березовую веточку, отрезаем от нее кусочек и начинаем из нее скручивать колечки. Из этого кольца я смогу сейчас сделать новогоднюю игрушку на елку. Возьмем кружевную ленточку, небольшой кусочек. И здесь мы ее просто приклеим. Мы берем семечку, приклеиваем ее друг за другом. И так же с другой стороны мы делаем. Все приклеили, закрепили. Вот из двух сторон у нас семечки. И у нас такая вот веселая-веселая новогодняя игрушка. Все это наш Новый год, который мы делаем своими золотыми руками. Я тут заметил, что хозяева этого дома очень любят обои с мелким цветочным рисунком. Еще бы, они и настроение создают, и саму комнату делают визуально шире. От этой традиции мы тоже не будем отступать. Мы решили выбрать обои со сложным рисунком. На фоне серебристых вензелей изображение канделябров и бра. Светлые обои только подчеркнут воздушность этой комнаты, а такие переливы поселят здесь атмосферу праздника. Пол у нас тоже будет необычный. Внутри пробка, а снаружи дерево. Да-да, на пробковое покрытие по швейцарской технологии нанесено фотоизображение светлой древесины. При этом сохраняются все уникальные свойства пробковых покрытий. Низкая теплопроводность, способность компенсировать нагрузку и долговечность. А еще пробка очень устойчива к перепадам влажности и температур, что очень важно для этой веранды. Представляете, какое задание дала мне наш дизайнер? Придумайте, мол, Сергей, такую систему хранения вещей, чтобы на террасе места не занимать и чтобы удобно было. Вот я и решил воспользоваться методом древних египтян. Подвесная система. Самое лучшее решение. Тем более, что у нас теперь для этого есть высокий потолок и балки. Именно на них мы закрепляем наши хитрые механизмы. В народе их еще называют лебедками. Очень удобное изобретение. Скоро мы в этом убедимся. Освещать обновленную веранду будут разноцветные светильники-подвесы. Рисунок на плафонах перекликается с рисунком на стене. Да и цвета те же. Споты с зелеными плафонами добавят нотку свежести. А смотрите, как преображаются старые двери. В специальной мастерской изготовили вот такие оригинальные накладки. На листы арголита укрепили полиуретан высокой плотности. А затем обтянули все серебристой искусственной кожей в технике каретной стяжки. Такая отделка помогает быстро и оригинально изменить облик интерьера. Наш проект практически готов. Это зона для чаепития. Правда, пока здесь чай пить негде. Я запланировала поставить диванчики, большой стол. Впрочем, что я вам рассказываю? Сейчас сами все увидите. Этот легкий диван мы изготовили сами по чертежам дизайнера. А украшают его прелестные подушки. Между диванами будет большой стол. Банкетка для обуви тоже будет с мягким сидением. Окна принарядим в летящие шторы из органзы. Тем более по цвету они перекликаются с печкурком. Отличное решение. Компанию мягким сидением на диване составят нарядные подушки. Они выполняют здесь роль спинки. Можно приступать и к сервировке стола. Яркой стеклянной посудой подстать интерьеру. Мы выбрали тарелки разного оттенка синего цвета с вензелями, прямо как на обоих. Даже в будни за столом будет царить праздничное настроение. А атмосферу настоящего праздника здесь создадут приятные новогодние мелочи. А скоро вы увидите... Илюша, куда вы попали? Это какая-то сказка. Ну, Ирина, ну, выдумщица, ёлку под потолок повесила. А чему это вы так удивляетесь, Сергей? Как чему? Ёлка под потолком. Разве не удивительно? А это всё ради экономии места. Поставь мы ёлку на полу. Здесь пройтись было бы негде. А теперь мы открыли потолок и можем использовать верхнее пространство. Точно. Слушайте, а после праздника в корзинах можно хранить вещи, так? Конечно, можно. У нас получилось многофункциональное помещение. Это и гостиная, и прихожая. Отлично. И главное, что у нас появился стол, диванчики, где наши герои смогут сохранять свои семейные чайные традиции. Это точно. И комната получилась тёплой, и не придётся кутаться в стой одёжи теперь. И вот ещё насчёт пэтчворка. Вначале, честно говоря, я не представлял, как это возможно. А теперь просто вижу настоящие лоскуты. Да. Это благодаря тому, что мы использовали фактурное покрытие. И пэтчворком украсили только часть стен, чтобы не получилось слишком пёстрым. Хорошо, что ничего не перегрузили. Всего в меру. Ярко, уютно, красиво. В общем, настоящее новогоднее настроение. Здорово. Надеюсь, нашим героям тоже всё понравилось. Ну, девочка, это мы сейчас узнаем. А вот вам огромное спасибо и до встречи. Вот уже более ста лет на этой веранде собирается вся семья. Пьют чай из самовара. Эту традицию завела прабабушка нашей героини Ирины Александровны. Только вот укутываться приходится, чтобы не замёрзнуть во время чаепития. Как и традицию сохранить, и чтобы здоровью не навредить? Вопрос. Решение нашла наша программа вместе с дизайнером Ириной Урсаловой. Вместо холодной веранды здесь появилась полноценная утеплённая комната. С высоким потолком и балками, как было здесь век назад. На этот проект Ирину вдохновил пэтчворк, то есть лоскутное шитьё. Только шили мы не из лоскутов, а сделали пэтчворк из расписных дощечек. Таких нарядных стен точно ни у кого не будет. Это ведь авторская работа. На стенах удачное сочетание материалов. Светлые обои с переливами и насыщенный лазоревый цвет. За счёт высокого потолка это помещение кажется намного просторней, чем прежде. Кстати, высокий потолок мы решили использовать для хранения вещей. Сейчас на подвесной системе закреплены новогодние украшения. Ну, а после праздника их место легко займут хозяйские вещи. Праздничная атмосфера здесь в каждой детали, и она теперь не покинет эту комнату. Здравствуйте. Заходите, заходите. Холод не гоните, заходите. Ой, какая красота. Какая красота. Илюша, куда вы попали? Разве это наша терраска? Да ваша, ваша. Это какая-то сказка. Да, это самая настоящая сказка. Да, воздух и пространство. Вон, ты, между прочим, раздевайтесь, что вы, делайте тебе тепло. Вон у вас вешалки. Вон, пожалуйста, вот крючки для маленьких. А вот это же тоже там подвешено в подвешенном системе. Да ёлка, я думаю, что такое ни у кого нет. Да что такое? Слушайте, смотрите, как она работает. Смотрите-ка. Вот так можно хороводную группу поводить. Потому что места-то здесь мало, надо экономить место. Поводили, а потом, а потом её туда-туда наверх. А если есть для гостей подарки, если есть подарки, то можно и вот так вот сделать. Ой. Пожалуйста, вот. Ой. Тут подарки. Вот это да. Да. А после праздника это всё можно убрать. И вообще в этих корзинах, между прочим, та корзина тоже так работает, в этих корзинах можно хранить вещи. И пол у вас очень хороший, он из пробки. Да, пол вот он. Пробка. Да, ещё поднят он здесь. Поднят он, естественно. Вот, пробка вы очень хорошо летом, босиком походите. Что, потолок ваш вообще убрали? Да, да. Потолок-то, потолок-то, это какое пространство. Необыкновенный. Это такое пространство. Залететь хочется. Ската-крыша, она прям такая заострённая, как будто устремление в небо. А, а видите, какие двери? И дверь у вас и здесь, и здесь, и вот эта дверь. И наверху. Да, и наверху всё в одном стиле. Всё в одном стиле. Да, да, да. Тоже тепло держит. И шумоизоляция хорошая. Да, да. Так что вот. Замечательно. Ну, а ты, милости, просим к чайному столу-то. Ну-ка, попробуйте, поместитесь вы там. Давайте-ка, присаживайтесь. Присаживайтесь. К месту. Ну, вот интересно, вот стены у меня. Вот что стены, да, да. Вот что стены. Как? Как вот так? Ну, как бы это вам сказать? Это пичворк. А потом вот у нас была вот эта, ну, как бы лестница, по которой мы ходили. Ну, она была. Да. В общем-то, мы знаем, что по ней нужно ходить. А сейчас она открыта. И так это... Ну, вообще, теперь она некий объект. Ну, я думаю, что Новый год-то, в принципе, здесь можно встретить. Да. Обязательно. Ну, теперь как? Мы просто обязаны здесь. Вот, вот, вот. Елка есть подарки. И первый бокал, который, значит, это с Новым годом, мы, конечно, выпьем с Афазентом. Илюш, а тебе больше всего что понравилось? Скажи. Стены елки. Елка. Очень. Очень, да? Очень хорошо. Просто шок. Ну, это не все. Теперь пришло время подарков. Еще и подарков. Да, да, как же, конечно. А это наша уточка. Символ домашнего очага, уюта, благополучия. То есть у вас прекрасная семья. А в Новом году она вам принесет много-много счастья. Спасибо. А у нас тоже есть для вас подарок. Илюш, давай. Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут. Белки шишки не крызут. Зайца рядом с волком на колючей елке. Ой, ну, спасибо. Слушайте, как я люблю такие подарки. Ну, удачи вам в Новом году. И всего-всего. И вам. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Вот так наша программа помогает сохранить вековые семейные традиции и украсить свой дом к празднику. И если вы тоже мечтаете о каком-нибудь новогоднем чуде, хотите устроить на своей даче что-нибудь необыкновенное, пишите нам. Звоните на голосовой портал по номеру 0736. Мы воплотим ваши фантазии в жизнь. Да еще и сами вам. Такого нафантазируем. Главное, не бояться риска и верить, что мечты сбываются. А на сегодня все. Пока. Здравствуйте. С вами Фазенда. Программа о дачной жизни и о том, как сохранить на своих шестисотках любимые семейные традиции. Очень часто в нашу программу обращаются дачники-новички. Но на этот раз нам повезло. Ведь наши сегодняшние герои – потомственные дачники. А еще у них есть любимая традиция. Какая? Сейчас узнаем. Ох, чаек из самовара. Красота. Красота. Да. Рассказывайте, что у вас за традиция такая? А вот это и есть наша традиция – пить чай на этой террасе. Семья наша большая. И дом – это родовое гнездо. И каждый раз мы собираемся здесь и пьем чай. И летом, и зимой даже. Я уже понял. Поэтому в валенках, в теплой одежде. Одеваемся потеплее. Холодно. Несмотря на почтенный возраст, а этому дому уже более ста лет, выглядит он отлично. Все благодаря заботе своих хозяев. Даже веранда, которую дачники считают своей проблемой, выглядит уютно. Добротная деревянная лестница ведет на второй этаж. А еще здесь, на первом этаже, хранятся вещи, которым уже больше века. А вот это вот кто? А это наша прабабушка. Какая молодая, красивая. Ее детки. Ага, ага. А здесь кто? А здесь прапрабабушка, а это прапрадедушка. Ох ты, красавица. А прадедушка мой основал наш поселок. То есть ваш прапрапрадед был первожителем здешнего? Да, да. Нам очень хочется сохранить дух этого дома на долгие годы. Ну, так, чтобы тепло у нас было на нашей терраске. Ну, да. Чтобы чай пить не валенка. Ну, у меня особенно традиция без сохранения. Ну, ладно. Слушайте, мы с удовольствием здесь поработаем. Не только сохраним все, но и приукрасим так, чтобы эту веранду просто не узнаете. Спасибо. Спасибо большое. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Как же хорошо, когда семьи сохраняют старые традиции. У нашей программы тоже есть традиция – удивлять. А вот чем мы будем удивлять наших сегодняшних героев, узнаем у нашего дизайнера Ирины Урсаловой. Здравствуйте, Ирочка. Здравствуйте, Сергей. Что-то интересное нашли, а? Посмотрите, какой забавный сундук. Ему наверняка очень много лет. Слушайте, очень красивый. Да здесь весь дом наполнен старинными вещами. Ведь наши герои очень любят и сохраняют все, что связано с этим домом, с семьей. Именно поэтому мы сохраним замечательную традицию – пить чай на этой веранде. Мы утеплим помещение, чтобы не пришлось сидеть за столом валенком. Вот, это очень хорошо. А еще что-нибудь менять будем? Получится очень уютная зона для чаепития. А стену у нас украсит петчворк. О, а я знаю, что это такое. Петчворк – это такая лоскутная техника, да? Да, только наш петчворк будет не из лоскутов. А из чего? Скоро сами все увидите. Безжалостно избавляемся от деревянных панелей на потолке. Они же закрывают всю красоту – палки. Прощай классический дачный интерьер. Теперь комната готова к перевоплощению. Прежде чем мы перейдем к окнам, утеплим пол. Специальные панели на основе вспененного пенополистирола для этой цели отлично подойдут. Укладываем их на пол. Такие панели очень долговечны, а значит, будут сохранять тепло в этом помещении много-много лет. Выравниваем поверхность пола с помощью фанеры. Наверное, более легкого и быстрого способа, чем этот, еще не придумали. А вот и окна. Старые нам здесь больше не понадобятся. От них дует. И поэтому, что на веранде сидеть, что на улице – разницы никакой. Но теперь все будет по-другому. Новенькие окна точно не дадут холоду проникнуть сюда. Уж мы проследим. Знай, растушевывай все широкой кистью и испытывай радость от творчества. Следом мастерица наносит на другие дощечки покрытие нежного сиреневого цвета с перламутровым блеском. При нанесении первого слоя он не так заметен, а затем, после его высыхания, на втором... Смотрите, как здорово проявляется перламутровый эффект при нанесении покрытия кистью в разных направлениях. После высыхания поверхностей Ирина и Ангелина наносят те же декоративные покрытия контрастных цветов через трафарет. И получаются красивые ритиеватые узоры. Теперь все квадраты и вправду напоминают кусочки ярких тканей, из которых мы и будем складывать лоскутный узор. Для этого крепим их к стене на специальный клей. Располагаем разноцветные квадраты так, чтобы создать эффект пэтчворка. В некоторых местах стыков крепим расписные дощечки. А сейчас заглянем в мастерскую к декоратору Елене Агафоновой. Что она там еще придумала? Мы очень радуемся, когда в новом году выпадает много снега. Но вот березка не всегда от этого радуется. И может веточкой сломаться. Но она не пропадет в наших умелых руках. Мы возьмем эту веточку и из нее сделаем замечательное украшение на елку. Мы берем березовую веточку, отрезаем от нее кусочек. И начинаем из нее скручивать колечки. Из этого кольца я смогу сейчас сделать новогоднюю игрушку на елку. Возьмем кружевную ленточку. Небольшой кусочек. И здесь мы ее просто приклеим. Мы берем семечку, приклеиваем ее друг за другом. И так же с другой стороны мы делаем. Все приклеили, закрепили. Вот из двух сторон у нас семечки. И у нас такая вот веселая-веселая новогодняя игрушка. Все это наш Новый Год, который мы сделаем своими золотыми руками. Я тут заметил, что хозяева этого дома очень любят обои с мелким цветочным рисунком. Еще бы, они и настроение создают, и саму комнату делают визуально шире. От этой традиции мы тоже не будем отступать. Мы решили выбрать обои со сложным рисунком. На фоне серебристых вензелей изображение канделябров и бра. Светлые обои только подчеркнут воздушность этой комнаты, а такие переливы поселят здесь атмосферу праздника. Пол у нас тоже будет необычный. Внутри пробка, а снаружи дерево. Да-да, на пробковое покрытие по швейцарской технологии нанесено фотоизображение светлой древесины. При этом сохраняются все уникальные свойства пробковых покрытий. Низкая теплопроводность, способность компенсировать нагрузку и долговечность. А еще пробка очень устойчива к перепадам влажности и температур, что очень важно для этой веранды. Представляете, какое задание дала мне наш дизайнер? Придумайте, мол, Сергей, такую систему хранения вещей, чтобы на террасе места не занимать. И чтобы удобно было, вот я и решил воспользоваться методом древних египтян. Подвесная система – самое лучшее решение. Тем более, что у нас теперь для этого есть высокий потолок и балки. Именно на них мы закрепляем наши хитрые механизмы. В народе их еще называют лебедками. Очень удобное изобретение. Скоро мы в этом убедимся. Освещать обновленную веранду будут разноцветные светильники-подвесы. Рисунок на плафонах перекликается с рисунком на стене. Да и цвета те же. Споты с зелеными плафонами. Закрыто. А ключ куда-то подевался. Что же делать? Ведь там на стройке поди, моя помощь нужна. А вот была бы у меня ключница, так каждый ключик всегда был под рукой. Вот они те самые ключи, что потерял Сергей. Чтобы они больше не терялись, я сделаю для них домик. Вот такие деревянные заготовки я покрываю синей краской. Не пропускаю ни одного уголка. Когда краска подсохнет, внутри домика наношу лак с блестками. А торцы ключницы будут золотыми. А вот эта сказочная кошечка будет хранительницей ключей. Вырезаю рисунок и переношу на дверцу ключницы. Затем в ход идут объемные контуры. Вот на нашем домике появляются очертания кошки, солнца и волшебные узоры. Можно собирать домик. Готово. Теперь в этом нарядном домике с удовольствием поселятся все ключи наших героев. Теперь наши герои точно не будут терять ключи. Пока дизайнер мастерила, на стройке уже кипит работа. Обшиваем потолок деревянными обоями. Это отдельные панели, которые при соединении образуют однородную поверхность. Мы выбрали панели с небольшим волнистым рельефом. Дощечка к дощечке и не видно никаких стыков. Зато теперь видна вся красота скатной крыши. Не забудем и стены утеплить. Для этого мы используем те же панели, что и для пола. Монтировать их одно удовольствие. Они практически невесомые. При этом надежно защитят веранду от холодов. Сверху панели покрыты слоем полимерного цемента и армированный стекловолокном. Стало быть, сразу после их монтажа можно переходить к дальнейшей отделке. Теперь приступим к шпаклевке. На этой стене мы планируем сделать обои, поэтому нам нужна практически идеально ровная поверхность. Устанавливаем декоративные балки на противоположной стене. Они будут выполнять не только функцию украшения, но об этом чуть позже. Время собирать каркас подиума в зоне чаепитий. Да-да, как и обещали, мы сохраним семейную традицию наших героев пить чай на этой веранде. Такой подиум позволит нам зонировать пространство. Заходишь на веранду и сразу понятно, тут можно выпить чаю с баранками. И стол здесь обязательно будет. Но это только впереди. А вы знаете, в этом доме есть еще одна традиция. Здесь проходят новогодние домашние представления. А вот это, между прочим, елка. Да-да, нормальное дерево сюда не поместилось, поэтому герои решили так украсить вентиляционную трубу. В этом году здесь тоже будет необычная елка. Уж наш дизайнер постарается. Мы делаем из сетки кулек, своеобразные, как вот семечки, которые бабушки продавали раньше в кулечке. Мы также завязываем кулечком нашу проволоку. Скрепляем хомутом. Я вам покажу, как это можно сделать. Я ее скрепила там выше. Затягиваем. Хомуты очень прочно держат проволоку. Добавят нотку свежести. А смотрите, как преображаются старые двери. В специальной мастерской изготовили вот такие оригинальные накладки. На листы арголита укрепили полиуретан высокой плотности. А затем обтянули все серебристой искусственной кожей в технике каретной стяжки. Такая отделка помогает быстро и оригинально изменить облик интерьера. Наш проект практически готов. Это зона для чаепития. Правда, пока здесь чай пить негде. Я запланировала поставить диванчики, большой стол. Впрочем, что я вам рассказываю? Сейчас сами все увидите. Этот легкий диван мы изготовили сами по чертежам дизайнера. А украшают его прелестные подушки. Между диванами будет большой стол. Банкетка для обуви тоже будет с мягким сидением. Окна принарядим в летящие шторы из органзы. Тем более по цвету они перекликаются с петчгурком. Отличное решение. Компанию мягким сидением на диване составят нарядные подушки. Они выполняют здесь роль спинки. Можно приступать и к сервировке стола. Яркой стеклянной посуды подстать интерьеру. Мы выбрали тарелки разного оттенка синего цвета с вензелями прямо как на обоих. Даже в будни за столом будет царить праздничное настроение. А атмосферу настоящего праздника здесь создадут приятные новогодние мелочи. А скоро вы увидите... Илюша, куда вы попали? Это какая-то сказка. Ну, Ирина, ну, выдумщица, елку под потолок повесила. А чему это вы так удивляетесь, Сергей? Как чему? Елка под потолком. Разве неудивительно? А это все ради экономии места. Поставь мы елку на полу. Здесь пройтись было бы негде. А теперь мы открыли потолок и можем использовать верхнее пространство. Точно. Слушайте, а после праздника в корзинах можно хранить вещи, так? Конечно, можно. У нас получилось многофункциональное помещение. Это и гостиная, и прихожая. Отлично. И главное, что у нас появился стол, диванчики, где наши герои смогут сохранять свои семейные чайные традиции. Это точно. И комната получилась теплой, и не придется кутаться в стой одежек теперь. И вот еще насчет пэтчворка. Вначале, честно говоря, я не представлял, как это возможно. А теперь просто вижу настоящие лоскуты. Да. Это благодаря тому, что мы использовали фактурное покрытие, и пэтчворком украсили только часть стен, чтобы не получилось слишком пестро. Хорошо, что ничего не перегрузили. Всего в меру. Ярко, уютно, красиво. В общем, настоящее новогоднее настроение. Здорово. Надеюсь, нашим героям тоже все понравилось. Ну, дедочка, это мы сейчас узнаем. А вот вам огромное спасибо и до встречи. Вот уже более ста лет на этой веранде собирается вся семья. Пьют чай из самовара. Эту традицию завела прабабушка, нашей героине Ирины Александровны. Только вот укутываться приходится, чтобы не замерзнуть во время чаепития. Как и традицию сохранить, и чтобы здоровью не навредить? Вопрос. Решение нашла наша программа вместе с дизайнером Ириной Урсаловой. Вместо холодной веранды здесь появилась полноценная утепленная комната. С высоким потолком и балками, как было здесь век назад. На этот проект Ирину вдохновил пэтчворк, то есть лоскутное шитье. Только шили мы не из лоскутов, а сделали пэтчворк из расписных дощечек. Таких нарядных стен точно ни у кого не будет. Это ведь авторская работа. На стенах удачное сочетание материалов. Светлые обои с переливами и насыщенный лазоревый цвет. За счет высокого потолка это помещение кажется намного просторней, чем прежде. Кстати, высокий потолок мы решили использовать для хранения вещей. Сейчас на подвесной системе закреплены новогодние украшения. Ну, а после праздника их место легко займут. Давай, Яна, это, да, сейчас закушу. Возьми. Хомуты держат проще нашу елочку. Потом в этот кулечек выравниваете понизу, чтобы елочка у вас прочно стояла. И начинаете привязывать веточки. Давай секатор, Яна. Да, молодец. Секатор. Берем секатором, отрезаем веточку и в таком положении, либо в таком положении. Привязываете к нашей сетке на веревочку, отрезаем ей кусочки. И эти кусочки, веревочки, сами по себе уже будут являться декорацией нашей елки. А сколько такая елка постоит? Простоит достаточное время для новогодних праздников. Но если мы ее будем сбрызгивать водичкой, она простоит еще дольше, потому что хвоя любит влагу. А какая же елка без гирлянды? Ну хорошо, у нас есть гирлянда. Я с тобой совершенно согласна. Неси гирлянду и будем ее закреплять. Вот у нас замечательная гирлянда с сосульками. И мы эту гирлянду нашу убираем внутрь каркаса. Просовываем через наши дырочки, ячейки в сетки сосульки. Ну или гирлянду, которая у вас есть. И таким образом вся елка у нас в огнях. И мы возьмем металлический лист оцинкованный, который у нас есть. Ты вот давай сейчас нарисуем здесь что-нибудь. Ну как ты мне делала домик? Я возьму маркет. Да. Мы можем нарисовать ангел. То есть сначала нарисовать его на бумажке. Вот Яна уже разрисовалась вот этого. А потом вырезать его из металла. А крылышки загнуть. Вот получилась такая игрушка. Мы можем дополнить нашу елку такими игрушками. Вот такую замечательную елку можно сделать из тех материалов, которые есть у нас в доме. А скоро вы увидите... А нам пора подумать о еще одной функциональной вещи – полюстрате. И красиво, и безопасно. Ведь в доме частенько гостят внуки наших героев. Теперь можно и к покраске приступить. А знаете, один из основных принципов пэтчверка – не бояться цвета. Вот и я решила для нашего проекта выбрать все оттенки ярко-бирюзового цвета. Приступим. Приступим, так приступим. И начнем мы с потолка. Для него мы выбрали специальное масло для внутренних работ. Оно сделано на основе натуральных масел и воска. Масло проникает в поры древесины и создает на поверхности дышащую пленку. А еще с помощью такого масла мы сразу решаем две задачи. И цвет придаем дереву, и защищаем его от вредителей. На балке добавим немного серебра. Это то же самое масло, которое добавляет частичку новогоднего волшебства нашей веранде. Для стен мы выбрали английскую краску на водной основе. Ее насыщенный голубой цвет. Он придаст этому помещению глубины и загадочности. Молодец, Ирина! Смелые цветовые решения мы любим. Ирочка, вы просили достать гипсоволокнистые листы. Вот, я принес. Спасибо, Сергей. Это то, что нужно. Да? Только я не очень понимаю, зачем нам все это. Мы же вроде все покрасили, стены зашили. А теперь настало время для настоящего творчества. А поможет мне в этом декоратор Ангелина Даркс. Несколько дощечек расписываем, остальные готовы. Наши мастера по декоративной отделке приступают к делу. На заранее прогрунтованные квадраты из ГВЛ Ангелина и Ирина наносят разные декоративные покрытия. Яркое бирюзовое с эффектом бархатной ткани. И серебряное с натуральным кварцевым песком. Которое напоминает сказочные песчаные барханы, будто бы созданные из серебряной пыли. Наносить такие покрытия одно удовольствие.